Теперь я хочу вам сказать о том, что для того, чтобы вообще как-то развиться в отношениях, для этого нужно пройти три стадии. Обычно люди находятся все, которые просто смотрят кино, приходят с работы, смотрят кино, пьют пиво и ложатся спать. Эти все люди находятся на уровне безразличия друг к другу. Они просто наслаждаются друг другом и им все равно в сердце, с кем я живу по факту. Они привязаны друг к другу, они ждут ласки, любви, но если посмотреть в сердце глубоко, в нем безразличнее. Обычно такие люди не создают стойких отношений в виде клятвы. Они не венчаются, не расписываются. Они обычно делают гражданский брак и объясняют это очень просто. Они говорят, мы же друг другу доверяем, что нам идти туда в ЗАГС, выпендриваться перед кем-то еще или идти в церковь. Мы же друг другу верим, поэтому у нас вот такой вот брак. На самом деле этот брак означает, что мы друг другу не верим. И причина такого брака только одна, что люди как бы женятся, потому что одиноко. Они думают, что может быть я себе и получше найду. Причем обоюдно. Или один хочет все-таки жениться, но не прилагает достаточно усилий, потому что ему тоже неприятно, что почему-то я должен биться за отношения, если он не бьется. И заканчивается это все. Означает безразличие. Безразличные люди чаще всего друг к другу. Даже иногда люди женятся тоже безразличны друг к другу. Просто мы делаем вид, что мы друг другу нужны. И все, это не значит, что мы нужны друг другу. Как вы думаете, в какой ситуации это проверяется классика? Когда это проверяется четко и ясно становится? Классика жанра. Давайте перечислим несколько ситуаций. Когда человек сильно тяжело заболевает. Близкий человек что ему? Кобеду не жди. Вот. Второй случай. Это другое. Дети рождаются, это другое. Второй случай. Это влюбился в кого-то. Близкий человек влюбился в кого-то. Чувства сильные вспыхнули. До свидания. С тобой у нас все закончено. Все, до свидания. Причем до свидания происходит очень быстро. Без всяких проблем. Просто до свидания. Дальше какие случаи? Теряют работу, трудности в жизни совместные. Людям трудно вместе жить. Тоже до свидания. Будем жить раздельно. Ну понимаете, не было никаких отношений. Просто не было. Хоть и казалось, что они были. Потому что отношения же в сердцах развиваются. Они не то, что отношения означают, что нам хорошо друг с другом. Это не отношения. Это взаимодействие чувств просто. Сердце глубже, чем чувства стоит. Итак, безразличные люди – это неверующие люди. Неверующие люди. Большинство людей сейчас живет в нашем обществе неверующие. И поэтому создать сердечные отношения невозможно. Нет внутренней жизни. Нет настройки правильной. Человек не настраивается на то, чтобы побеждать вот это все. Грязь в сердце не выскребает. Каждый день надо выскребать грязь в сердце. Вот я, допустим, сегодня, когда молился с утра, я почувствовал, что сегодня тяжелый день, и мне будет трудно установить контакт с вами. Будет такое чувство, как будто вы чего-то недослышиваете. Такое чувство, как между нами будет какая-то стеночка сегодня, как вчера. Чувствуете, нет, эту стеночку небольшую? Чувствуете? Ну вот это и есть стеночка. Видите, то есть я виноват, да? Все нормально. Дальше. Следующий тип людей. Люди почувствовали просвет какой-то в своей жизни, начали заниматься духовной практикой. И когда люди начинают заниматься духовной практикой, происходит такой интересный феномен. Так как сознание человека не переключилось еще на внутреннюю жизнь, но человек уже понял, какие идеалы у него есть в жизни. Какие у него идеалы? Хочу жить с верующим человеком. Хочу жить среди верующих людей. Хочу благородного общения. Хочу, чтобы люди честно вели себя по отношению ко мне, не изменяли там, не делали то, не делали все. Смотрите, то есть, что это означает? Это означает, что я еще вообще ни одного желания по отношению к себе не имею. Все желания мои только по отношению к другим. Это называется идеалисты. Кто такие идеалисты? Это начинающие верующие. Это люди, которые постоянно долбают всех своей верой. Допустим, я бросил пить. Ну, бросил пить, хорошо, молодец. Что это значит? Все должны бросить. Это первая стадия. Вторая стадия уже сострадания. Ты уже со страданием относишься, не злобой относишься к тем, кто пьет, а со страданием, потому что чувствуешь их боли. Почему они пьют? Потому что им больно, тяжело жить, поэтому они пьют. Но сначала злоба. Почему? Потому что этот человек не приносит мне счастья в жизни, поэтому я на него злюсь. Я не пью, он пьет, гад. Видите, это не бескорыстное поведение. Поэтому женщина, которая ненавидит свой мужа, который пьет, она никогда не извыйдет из этой ситуации. Потому что она не настроена на внутреннюю жизнь. Она хочет создать себе правильную ситуацию в жизни. И такие люди, они имеют идею в жизни. Это идейные люди. Идейные – это которые всех долбают своей идеей. Потому что настоящие верующие люди, они не трогают никого. Они над собой работают. Вот что должна женщина сделать своим сердцем, чтобы муж не пил? Она должна его принять, каким он есть. Надо с первой ступеньки на девятый этаж заходить. Прими вот мужа, какой есть. Сразу возникает вопрос. А почему это я должна его таким принимать? Потому что в этом мире не бывает ни случайностей, ни несправедливости. Вот что положено мне по судьбе, то и получила. И вот прими это все. Это объем работы. Вот прими свой объем работы и начинай с первой ступеньки. Начни с принятия этого человека. Как только примешь, он уже расслабится. Он уже почувствует сразу совесть. Вот как только ты приняла этого человека, у него совесть сразу же проснется. Ему уже тяжелее будет выпивать в твоем обществе. Понимаете? Вот чувствуете, о чем я говорю? Вот приняла девушка, женщина, приняла свой муж. Он вдруг приходит пьяный. Она говорит, пойдем, мой хороший. Опять тебе произошло, да? Ну ничего страшного, пойдем. Давай спать, ложись. Не бойся, штанишки я постираю. Все, описался. Ну ничего страшного, давай ложись. Что, опять писать хочешь? Ну сейчас принесу тебе бутылочку, давай. Попись и все. Ложись давай. Все, хорошо. О, видите, хорошо. Молодец. Хорошо, отлично. Привыкнуть сразу возникает страх. А вдруг он, блин, вообще обнаглеет. Всегда, вот это вот и есть, вот это и есть то, что всегда возникает, когда ты начинаешь правильно жить. Это шаг в пропасть, потому что мы не верим в душу. Мы боимся души. Мы думаем, что он обнаглеет. Сначала он расслабится, естественно. Первый эффект расслабления от такого отношения. Но он будет вам благодарен параллельно, что вы его поняли, что вы приняли его боль. Дальше, какой будет следующий этап? Как только он почувствует вас комфортно рядом с вами, и когда он выпивает, вы можете уже его воспитывать. Если вы будете ему, когда он отрезвеет, говорить, мой хороший, я готова заботиться о тебе всегда, когда ты выпиваешь. Ну, может, давай попробуем бросить пить. Давай попробуем. Нам же тяжело в таком состоянии жить вместе. Давай попробуем бросить. Не ты попробуй бросить, а давай мы попробуем бросить. А? А он считает, почему, что это нормально? Вы сейчас приняли его или нет? Я вот вас принял такой агрессивный по отношению к мужу. А вы приняли его или нет? Ну, моя хорошая, дышите глубже, давайте будем принимать. Вы приняли, нет? Ну, давайте, ну. Вспомните святого человека. Это же вы. Это вы с прошлой жизни. Вы себя не принимаете, на самом деле, ни его. Вы не понимаете, что ничего случайного не бывает в этом мире. Я вижу вашу прошлую жизнь, вижу вот похожие очень ситуации. Вы не принимаете себя, на самом деле. Примите вашу прошлую жизнь. Одна женщина ко мне подошла с мужем с таким. Говорит, Олег Геннадьевич, вы можете мне рассказать про прошлую жизнь? Я говорю, могу, вон, смотри. Твоя прошлая жизнь. Она сразу, оп, узнала о себе в прошлой жизни. Откровение получила. Вы получили откровение сейчас, нет? А, он хороший все-таки. Нормальный. А, ну у вас прошлая жизнь нормальная, значит, все. То есть принятие пошло, да? То есть он нормально, он и пьянствует. Ну, а? Вы переживаете, что он сопьется, значит, сопьется. Вы переживаете, что он сопьется, значит, сопьется. Когда мать провожает ребенка в армию, говорит ребенок, мой сынок, я так боюсь, что тебя там прибьют. Значит, прибьют. Доктор, а вы мне почку не отрежете вместе с аппендицитом? Значит, отрежет. Понимаете, о чем я говорю? Или нет? Как солдаты меня мать провожала, Тут и вся моя родня набежала. Ой, куда же ты, Ванек? Ой, куда ты? Не ходил бы паренек во солдаты. В красной армии штыки чай найдутся. Без тебя большевики обойдутся. Слабость, видите, слабость. Не хочу работать. Просто надо, чтобы этого события не было. Не хочу трудиться. Хотите? Как трудиться? Принятие. Принятие. Я понимаю вас. Ну, старайтесь дальше. Продолжайте. Я тоже вас сейчас принимаю, стараюсь. Нам будем тяжело. Мы стараемся с вами. Мне тоже тяжело вас принять. Я пока не верю, что вы сможете сделать так, чтобы он бросил пить. Но я стараюсь. Это называется внутренняя жизнь. Понятно, да? Категорическая несовместимость. У вас категорическая несовместимость. Сейчас немножко поработаем над собой. Будет совместимость уже. А? А почему вы меня спрашиваете об этом? А? Но если вы спрашиваете меня об этом, значит, у вас с кем-то есть такое чувство. Человек не может спрашивать, когда нет темы. Потому что вопрос у вас какой? Эмоциональный. Значает, переживаете вы об этом. А другие переживаете? А? У нее с вами несовместимость. У вас с ней совместимость, а у нее с вами несовместимость. Так? Несовместимость бывает. Но если по астрологии несовместимость, полная несовместимость, люди не будут любить друг друга просто и все. Ну не будет притяжения совсем никакого. Не будет возможности быть вместе. Не будет симпатии. Мы же сердцем все чувствуем, а не гороскопом. А? Ну все тогда, что вы переживаете? Я знаю одного астролога, он очень сильно искал в себе абсолютную совместимость. Нашел девушку с очень высочайшей степенью совместимости. Все планеты совпадают, все супер. Делал предложение, две недели пожили, переругались, разошлись. Другой пример. Один мужчина полюбил девушку, в Индии это был классический такой пример. И так как там положено смотреть гороскоп перед свадьбой, он сначала сходил к своему астрологу и увидел, что несовместимость сильная по гороскопу. Он взял, поменял себе дату рождения, поменял паспорт, все это сделал, поменял паспорт, дату рождения и сделал хорошую совместимость. Потом прожили они где-то 20 лет вместе, сначала было трудно, они все это пережили, ну и как бы у них счастливая семья уже, победили судьбу. И она ему говорит, вот если бы у нас была несовместимость, тогда бы мы, наверное, расстались с тобой, а так мы с тобой вместе. И он показал ей свою дату рождения настоящую. После этого. Сказал, у нас вот именно такая как раз несовместимость, как ты говоришь. Но мы живем вместе. А? Ну, конечно, почему они не останутся? Что, гороскоп сильнее отношений, что ли? А? Что? Думала мужчина, что за чертовщина, да? Пошла я за водой, вызвался, черт мой, за мной. Думала мужчина, что за чертовщина. Вы очень поверхностно воспринимаете отношения между ними. Это важно. Да. Да. Да, про не истинные чувства, а сердечные чувства. Вы с правительственным чувствами сейчас понимаете секс. А я говорю про просто чувства сердечные, благородство. Нет, вы не выразились неправильно, вы так чувствуете. Да. Вам надо поменять это чувство. Вот. Смотрите. Когда люди встречаются, они и смотреть должны на благородство человека, на его духовное развитие, на его правильность мотивов в отношениях. И многие-многие эти вещи указывают на совместимость. Гороскоп обычно показывает хорошо в этом случае. Вот когда у нас, мы на дискотеке встретились, вот тогда может быть и несовместимость. Потому что совместимость же по сердцу определяет гороскоп, а половая совместимость, она не на первом месте стоит в этих вопросах, понимаете. Она тоже имеет значение, но не такое большое. Это безысходность, да, такая безысходность. Это относится, разные могут быть варианты, разные. Это может быть на уровне нижнего центра, когда люди совсем уже, не могу жить один. Это нижний центр. Может быть на уровне дальше, выше центра и так далее. Разные варианты могут быть такого брака. Говорите о браке, в котором нет чувств изначально. Нормально, это нормально. Чем старше люди, тем меньше чувств. Тело стареет же, чувства отсыхают уже потихоньку. Как? А их невозможно настроить. Понимаете, вот когда люди детей настраивают, тогда дети и уходят от отношений. Детей можно только вдохновить. Если вы с ними правильно себя ведете в жизни сами, они вдохновляются вами и настраиваются правильно. А если вы их пытаетесь обмануть, ну то есть на что-то настроить, на что сами вы не настроены, они этот обман сердцем чувствуют. Человек воспитывается не словами. Есть такой психолог Кандыба, тоже американский, с крыльинской фамилией. Он провел такой интересный эксперимент. Он использовал куклы и телевидение для того, чтобы провести такой глобальный эксперимент в Америке. Там работа была с многими детьми проведена в свое время. И дети, они реагировали не на слова, которые кукла говорит, а на ее поведение. Понимаете? То есть это указывает на то, что дети не реагируют на слова. Они факты воспринимают больше, чем то, о чем родители им говорят. У них другой тип разума. У них не логическое восприятие, а интуитивное работает. Они чувствуют больше то, как есть на самом деле, чем то, о чем говорится. Итак, идейные люди – это второй вариант, второй тип, у которых тоже не бывает нормальных семей. Когда человек становится идейным, семьи чаще всего рушатся. Вот смотрите, были безразличные люди, жили друг с другом, не тужили. Человек послушал лекции, бросил есть мясо, пить, и думал, что я с этим скотом буду жить вообще? И начинает пилить его, близкого человека. Тот уже не знает, что делать, как бежать. И семья развалиться может. Не то, что обязательно развалиться, она может развалиться. Причина заключается в том, что это не любовь. Быть идейным человеком – это не любовь. Идейные люди идею ставят выше человека. Они просто хотят себе счастливую жизнь создать, понимаете? Искусственным образом. С помощью вот вытряхивания недостатков из близкого человека. Они же не вытряхнутся из него. Недостатки вытряхиваются, когда человек осознает, что ему это надо, меняться. Это через любовь идет. Как близкий человек… Вот некоторые люди, они агностики по природе, они говорят, близкий человек никогда не поменяется. Когда человек так говорит? Где у нас женщина? Насчет спиртного-то? Где? А, о! Вы не считаете. Тогда в чем проблема? Вот это страх означает отсутствие любви. Потому что, когда человек любит, у него есть сила влиять. Понимаете? Отсутствие любви. Страх или желание нажимать, давить на человека, тоже природа страха имеет. Почему мы давим на человека, злимся на него, ругаем его? Причина – отсутствие возможности влиять на него. Влияние основное происходит следующим образом. Мы молимся, создаем отношения со святостью. Эти отношения дают могущество сердца. Сердце, когда становится могущественным, оно может улыбаться близкому человеку, может добрые слова говорить, может с ним общаться совсем на другой волне. И это называется влияние на близкого человека. Когда такое влияние есть, то тогда близкий человек начинает меняться. Смотрите, как это происходит. Вот если вы влияете на близкого человека, то какой вы человек, таким он тоже становится. Автоматически. Просто потому, что из близких отношений. Близкие отношения – это самая большая сила, меняющая жизнь человека. Если вы со святым человеком устанавливаете близкие отношения, каким вы становитесь человеком? Святым. Вы становитесь святым человеком. Это реальность. Это метод, основной метод вообще любой традиции духовной. Как человек меняет свою жизнь. На что антенка настроилась, туда и пошла. Если человек поселился в публичном доме, что с ним произойдет, то и произойдет. Понимаете? На что настроился, таким и стал. Поэтому близкое доверительное отношение – это страшная сила. Она разрушает всю судьбу человека. Или, наоборот, возрождает. Поэтому надо близкие отношения устанавливаться святым человеком именно. А потом правильные отношения начнут устанавливаться со всеми вокруг. Первое – сначала они устанавливаются с друзьями. Появляются другие друзья, с которыми другие отношения возникают. Это самое первое изменение в жизни человека. Как только друзья появились, сразу режим дня, легче, все легче соблюдать, потому что появляется сила, когда вместе это люди делают. Потом следующий этап – у него меняются привычки. Друзья сначала меняются, потом отваливаются ненужные привычки постепенно. Следующий этап. Если человек совсем развился, меняется окружение уже все, а потом меняется работа после этого. А только потом меняются отношения в личной жизни уже кардинально. Видите, сколько этапов развития идет, прежде чем вы достигаете того, чего вы хотите сейчас сразу. Нужно начать просто. Все это постепенно приходит, и на каждом этапе все больше и больше счастья у человека в жизни. Итак, безразличные люди, неверующие. Идейные – это первая стадия веры. И дальше какие люди? Человечные. Это третий этап. Человечный человек. Человечный – это который чувствует боль другого. Не свою. Безразличные люди чувствуют только свою боль. Поэтому они безразличные, чтобы на себя времени не хватает и сил. Идейные люди, они ненавидят боль близкого человека. Вернее, они на нее реагируют, они ее хотят поменять. То есть, они хотят поменять близкого человека. У них уже более позитивный настрой, но агрессивный все равно. А человечные люди, они себя меняют, а другого понимают близкого человека. Когда человек себя меняет, а близкого понимает, вот это и называется любовью. себя меняем, другого понимаем. И вот это понимание является самой мощной влиятельной силой. Вот если я, допустим, вас не понял, я не смогу вам помочь. Я должен вас понять, означает переварить, означает принять в сердце. Потому что трудно принять чужую судьбу всегда. Надо переварить. И тогда начинается изменение в сердце человека, другого уже. это не просто сделать. Чтобы принять, надо понять, что ты не лучше, ты не лучше. И тогда принятие уже. И влияние тогда очень сильно начинается сразу. Продолжение следует...